Вышли из тени, в Ивангле подвели итоги конкурса «Стань заметнее на дороге». Такие творческие соревнования стали уже традиционными. Их проводят, чтобы привлечь пешеходов к ношению светоотражающих элементов. Дети, родители и творческие студии готовили на конкурс осенне-зимнюю одежду с использованием светоотражателей. И мы видим реальные плоды этой работы. Все большее количество детей, взрослых принимают участие в таких конкурсах. И если даже визуально посмотреть сейчас, что происходит на дороге, все большее количество людей, и прежде всего взрослых людей, носят светоотражатели. В этом году в конкурсе приняли участие 140 человек. В образовательных учреждениях был проведен отборочный тур. Лучший из лучших в этот день на подиуме. Всего три номинации – «Дошколята» и «Школьники». Отдельно выделяют театры моды и творческие студии. Просто мы решили поучаствовать, показать, как можно танцевать и ходить в школу. И мы представляли танец, школы, как можно в темное время суток ходить в школьной одежде. Когда ты идешь в темное время суток, в темное время машина едет, и у тебя это все видно. Ну и тебя видно. Оценивают костюмы сотрудники ГИБДД, специалисты управления образования, социальные партнеры конкурса. Главный критерий – яркость в одежде. Важно быть заметными издалека. Отдельно жюри выделяет тех, кто креативно подошел к созданию своих костюмов. Параллельно с модным показом вели просветительскую работу. Каждый желающий мог в этот день получить листовку и узнать, как обезопасить себя на дороге в темное время суток. Моя задача – объяснить людям, что множество ДТП происходит из-за того, что люди ходят без светоотражающих элементов. И мы им должны предупредить, что даже у всех есть дети, и они ходят в школу, и многие школы находятся за пределами дороги, и они ходят через дорогу. И они должны иметься при себе либо на портфеле, либо на одежде. По словам сотрудников Госавтоинспекции, этот конкурс побил рекорды как по количеству участников, так и по креативности костюмов. Более 30 ребят получили призы, небольшие памятные подарки и почетные грамоты. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ, Иваново.